Всем привет! Сегодня я вам покажу продолжение истории ноготочков, но всего лишь два покрытия, потому что осталось еще два. И да, девушка в комментариях написала, что слишком много, и это действительно так. Получается, что я вам начало работы показываю и конец, и все. И особо смотреть неинтересно. Ну а теперь о покрытии. Если у вас такие ноготочки встречаются, то укрепление гелем очень классно работает. Если считать, что обычно с торцов отслойка или возле кутикулы. Но возле кутикулы, это скорее всего, я просто не чисто сделала маникюр. Или также в комментариях девушка писала, что возможно владелица ноготочков пользуется жирным кремом перед покрытием, и из-за этого происходят отслойки. Полностью согласна, потому что я даже на себе, когда так делала, у меня именно были отслойки возле кутикулы. Но этот способ я ставлю для себя на заметку, так как он классный. А пила никакого нет, форму подровнять после того, как нанесла гель, и все. А тем более уж на коротких ноготках это вообще великолепно, так как гель выравнивается замечательно. Единственное, в каком-то видео я вам недавно показывала квадратную форму, и вот там мы намучились. Так как отопление отключили, гели вообще не выравниваются. Это что-то ужасное. И мы так намучились, пришлось полностью все из-за этого опиливать. Хотя можно было бы обойтись меньшей кровью и как минимум опил возле кутикулы не делать. Покрытие зависит даже от температуры воздуха на данный момент. Но от отслоек мы все равно никуда не ушли. Даже в этот раз они есть и они будут и в следующих покрытиях. Вот никуда от них не деться. Я просто каждый раз очень много времени трачу на снятие материала. И как бы уже привыкла и с этим смирилась. И забыла вам сказать самое главное, почему еще такие отслойки от торцов идут. Когда белые ногти отвалились, они содрали верхний слой защитной ногти, там несколько слоев. И остался тот, на котором покрытие очень плохо держится. И тут просто надо вот срастить его и все. Поэтому мы делали укрепление и каждый раз, пока ногти не сросли полностью здоровые, не травмированные, мы убираем длину. Обезжириваю такие ногти я два раза подряд. То есть я сначала обезжирила, подождала пока все высохнет и обезжирила еще раз. Такой способ действительно очень хорошо помогает справиться с влажной ногтевой пластиной. На эти ноготочки я всегда наношу бескислотный праймер. Кислотный я не люблю и у меня его даже нет. Так как я считаю, что влажную такую ногтевую пластину, тонкую, он еще больше размягчает и делает только хуже. Возможно я не права и кто-то использует кислотный, он отлично носится. Но вот не знаю почему, мне совершенно не хочется его использовать. После нанесения праймера, когда он уже подсох, я наношу базу. Не кисточкой из флакона, а отдельной, чтобы получилась она очень тонким слоем. И сегодня мы с вами будем поднимать торец этим ноготкам наконец-то. Но это получилось всего лишь один раз. Девушка позволила выпилить натуральный ноготь снутри. И ноготочки у нас в конце действительно получились очень красивые. Кисточка у меня с Алиэкспресс голубая. Я вам тоже про нее всегда говорю. Вообще у меня уже фавориты в ногтевых делах есть. Я их обожаю. И вот эти кисти самые лучшие из тех, какие у меня только были. Замечательно втирают. Да, бывает высыхают из-за того, что я оставляю их на столе. Но высыхают они по моей вине. А свою функцию выполняют замечательно. Так как я не любитель длительного опила, а тем более возле кутиколы, полигелем я поднимаю клюющий ноготок только с края до середины ногтя примерно. Смотрю, какая высота мне нужна. И лишнее убираю на саму ногтевую пластину. Получается, что мы поднимаем свободный край, но в то же время не утолщаем сам ноготь. Такую конструкцию нельзя просто перекрыть сверху базой. Потому что база это мягкий материал, полигель все-таки жесткий. И при отрастании ноготь может трескаться в точках роста. Если материал поверх использовать жесткий, такие как Born Pretty Opal, гель-лак. Ну как гель-лак, я больше считаю, что это все-таки гель. Потому что жесткость у него великолепная. И сохнет он толстенным выравнивающим слоем. Я вам показывала уже в видео, прелестная штука. И я его использую, когда я делаю наращивание от свободного края. И поверх уже наношу его как гель. Или можно просто использовать гель. С кутикулы в этот раз мы вообще не мучились. Так как я не знала точно, понадобится мне опил или не понадобится. Соответственно, мы ее особо не убирали, чтобы не травмировать дальнейшим пилкой. После того, как я сделала вот эту подложку, я делаю форму. И чуть-чуть ее опиливаю, чтобы поверхность была гладкая и ровная. То же самое можно сделать фрезой. Но вот форму я еще не научилась делать фрезой. Поэтому мне проще это сделать пилкой. Продолжение следует... А вот опилить поверхность уже можно вполне и бочонком. Главное не выставлять слишком большую скорость, чтобы он не обжигал и не задерживаться на одном и том же месте. Ну и соответственно не касаться натурального ногтя. А вот дальше я уже буду использовать гель, чтобы в дальнейшем не делать никакого опила. Но по крайней мере это будет намного проще. Делаю все точно так же, как и с обычной базой. То есть тонким слоем наношу гель, распределяю его полностью по всей ногтевой пластине, потом ставлю капельку и уже тонкой кисточкой распределяю по всему ноготку. Если вы умеете наносить густые базы и у вас это получается классно, то выложить гель без опила не составит вам никакого труда. Я сейчас всегда стала переворачивать ноготок для того, чтобы выровнять плик. Таким образом ноготочки смотрятся более аккуратно. В конечном итоге у меня все равно не очень ровно получилось гелем, поэтому я взяла фрезочку и уже возле кутикулы и боковых валиков аккуратненько ей прошлась. Выровняла боковые стороны и в то же время возле кутикулы убрала ступеньку. Не всегда у меня получается прям идеальное выравнивание гелем. Только сейчас я поняла, что это очень сильно зависит от температуры. Вот когда дома жарко, гель замечательно самовыравнивается и опил совершенно не нужен. Как только похолодало дома или целый день было открыто окно и температура снизилась, все, опил будет обязательно. Ну и в завершении я буду использовать гель-лак Рассалент. Я вам показывала эти голографические блески в виде гель-лака, невероятные, классные. У меня их немного цветов, но вы знаете, вот на любой нюдовый оттенок нанести это святое дело. Смотрится красиво, аккуратненько и девушка очень любит блески на все ногти. Соответственно дизайн мы уже никакой делать не будем, достаточно того, что они все вот такие у нас блестящие. Гель-лак не густой, жиденький, нанесение легкое и если вот хочется прям поплотнее, то можно и в два слоя. Если вы хотите один слой, то сразу наносите просто слой потолще. Так как основа полупрозрачная, то просыхает он все равно хорошо. Тут, чтобы не давать яркости ноготкам, мы все нанесли в один средний слой. Вот такие ноготочки у нас получились вкусные, классные, приподнятые, ровненькие. Ну насколько мне это кажется, уж по крайней мере лучше, чем они были, когда смотрели кончиками вниз. И кутикулу мы не стали трогать не из-за того, что нам было лень или неохота, а просто при нее забыли. Когда уже покрыли все топом, только вспомнили, что надо было обработать кутикулу. Испортить покрытие фрезой совершенно не хотелось. Из-за этого мы решили просто оставить так, как есть. Тем более после нанесения масла и крема она размягчилась и уже смотрелась все равно аккуратно. Ну и относились эти ноготочки довольно-таки неплохо, но все равно были отслойки. Вот без них никуда. Указательный отлетел полностью. Чем очень сильно расстроил хозяйку, она надеялась, что все-таки они проносятся подольше. Но она с ними проходила три с лишней недели. За все время это рекорд. Обычно более чем на две недели ей покрытия не хватало. В этот раз вот все аккуратненько и ногти пришли практически целые. Не считая отслойек и указательного пальца. А на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за внимание. Надеюсь вам видео было интересным, полезным, да или просто развлекательным. Желаю вам всего самого наилучшего. Ну и конечно же красивых ноготочков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok